Зачем покупать, когда можно украсть, решил житель Махачкалы, задержанный по подозрению укражей пяти алюминиевых окон. Всероссийская акция «Ночь музеев-2022» стартовала по всей стране. Какой тематике в этом году уделили особое внимание, смотрите через несколько минут. Дагестан – счастливый регион. Так посчитал Центр развития перспективных технологий. А почему? Узнаете в выпуске. Пояс чемпиона и 100 тысяч рублей за победу. В Кайкенте завершился республиканский турнир по вольной борьбе. Обо всем подробно расскажет наш спортивный корреспондент. Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Махачкалы. Он подозревается в совершении кражи пяти алюминиевых окон. Их стоимость оценивается в 45 тысяч рублей. Со слов подозреваемого, кражу он не совершал, а только лишь помогал знакомому с перевозкой. О том, что окна не принадлежат последнему, задержанный, по его словам, не знал. Сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность показаний подозреваемого и все обстоятельства произошедшего. Поясните, за что вы задержаны сотрудниками? За то, что мне предъявляют факт кражи, которую я не совершал. Мой знакомый попросил меня помочь ему вытащить из дома окна средь белого дня. Я тоже не мог подозревать, что это кража, что это воровство. Не задумываясь об этом, я ему помог. В последующем с окнами что сделали? Он их продал на металл, базу короче. На какую сумму? На 28 тысяч. И что с деньгами сделали? Ничего не сделали, в карман положил и 5 тысяч дал мне. Около 350 домов незаконно подключены к газовым и электрическим сетям в Махачкале. Нарушения выявлены в ходе рейдовых мероприятий. С марта этого года в столице Дагестана проходят проверки законности подключения многоквартирных домов к коммуникационным сетям. На сегодняшний день проверено около 500 объектов. Как сообщает Министерство энергетики и тарифов республики, рейды продолжаются и они в скором времени будут проводиться по всему региону. Олег Газманов вручил паспорта юным жителям Гунибского района. Церемония прошла у подножья мемориала «Белые журавли» в селении Гуниб. Первые паспорта получили 11 девочек и 11 мальчиков. Пригласил гостя руководитель управления по вопросам миграции МВД Дагестана Магомед Магомедов. Дети вместе с популярным певцом спели знаменитые хиты исполнителя. Я хочу пожелать ребятам, которым мы сейчас будем вручать паспорта, гордиться этим местом прежде всего. Потому что это часть великой страны, великой России. И хочу, чтобы вы посмотрели моими глазами на эти горы, на ваши традиции. Потому что это такие красивые горы, такие красивые традиции. И в моем сердце останется это навсегда. Спасибо вам. Более 15 тысяч дагестанцев посетили акцию «Ночь музеев». Это единственная ночь в году, когда музей меняет график работы. Особое внимание в этом году уделили этнографической теме. Выставки, мастер-классы, экскурсия. Что еще проходило в «Ночь музеев» увидела Малика Курбанова. Ей слово. Это культурное событие ждали многие после ковидных ограничений. Ночь музеев вернулась в города и районы в обычном формате. И в эту ночь сотрудники музеев подготовили для своих посетителей специальную программу, объединенную одной темой – мода на традиции. По этой особой атмосфере праздника соскучились и гости, и сотрудники музеев. Настроение создала и дагестанская государственная филармония. В эту ночь каждый гость мог буквально прикоснуться к искусству предков и раскрыть в себе таланты в народных видах творчества. В этом помогали именитые мастера своего дела. Я потом занимался в третьем поколении из рода Анчи. У нас есть специальный орнамент, похожий на класка печей, который сохранился за родом нашим родом. Уникальное ремесло, заработал с функцией коллеги, это 250 лет тому назад. Это традиционное ремесло наших дедов, которое из поколения, поколение придерживается. Вот у меня есть две дочки, сын. Я счастливый человек, если мои дети просто зажали это ремесло. Головные уборы горянок, это считается такое искусство, что они являются как кодекс чести горянки. Вот платок национальный, который я вышиваю, этим платком определяется материальный и социальный статус горянки. Вот даже у нас есть такие поговорки, если горянка носит платок, значит, она должна пока вот такие пожелания делать с икруха, когда невеста заходит в платке, по количеству ниток, чтобы она принесла домой берегет. В центре внимания посетителей – этнодефиле в стилизованных костюмах. В каждом образе сочетание этнических мотивов с современными элементами. Такой наряд – украшение любого женского гардероба. Перед нами образ горянки. И представлен он разнообразием расцветок, цвета, костюмов, фактуры. И сами девочки просто великолепны. Здесь представлены костюм – кубачинки, басаранки, плоскостная территория, кумычки, горцы. Здесь из селения Тинди. Рассматривая эти костюмы по повязанию платка по ношению украшения, я безошибочно определяю, кто перед нами стоит. Что отличает костюм на гайке? Конечно, ее украшение и головной убор. Что отличает о варочку? Эти вот головной уборчок, то удивительной красоты эти кольца. Как отмечают организаторы, дагестанские традиции – то, чем сегодня может гордиться республика. И музеи Дагестана хранят и показывают богатое культурное наследие наших предков. Рассказывали гостям и о том, что украшения – это не просто неотъемливая часть костюма, а изделия с глубоким смыслом. Они служили для горянок оберегом. Это традиционный, очень важный день для всех музеев, в частности для Национального музея имени Тахагоди. Программа очень обширная, поскольку главная тема – мода на традиции. А музей Тахагоди – это вообще один из носителей главных, скажем так, традиционных наших ценностей. Все могут найти себе интересные занятия, погрузиться в нашу национальную культуру, в наши традиции. И я думаю, что это будет прекрасный вечер для каждого из нас. Гости музея посетили и первую в Дагестане коллективную выставку известных художников со всего Северного Кавказа. И это не просто представление картин, это история, объединяющая народы и культуру. И сегодня здесь можно не только посмотреть картины, но и нарисовать их самим. У нас просто свободное рисование, мы рисуем по картинам в музее. И детки приходят, выбирают понравившуюся им работу и рисуют ее, так как они видят, так как они чувствуют ее. И очень получается похоже. Так что мне нравится так, что они делают. Это супер. Детям очень интересно, потому что, когда перед ними ставишь задачу, это их собирает и все их творческие способности аккумулируют, собирает. Это интересно очень. Ну и вот такая обстановка, видите, очень интересная. Они ходят в карандаши, меняются, точат, спрашивают что-то заодно. И вообще, знаете, самое важное – это нахождение вот в такой творческой обстановке. Не важно, что они нарисуют и что они поймут. Главное, что они это все вот в этом относительно находятся, и это они запомнят. Для них это будет очень важным моментом таким эстетическим, в их эстетическом возразвитии. И, конечно же, слово «музей» запомнится. Работы юных художников представят на выставке в культурно-выставочном центре музея. Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ «Махачкала». Международный межрелигиозный молодежный форум завершился в Дагестане. Участие в нем приняли 150 жителей Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской области, Волгограда и других регионов. На дискуссионных площадках авторитетные спикеры выступили с лекциями в основном на тему противодействия терроризму и экстремизму. В рамках мероприятия были организованы экологические акции и экскурсии в Дербент. Подводя итоги мероприятия, участники отметили, что форум внес заметный вклад в развитие межконфессиональных отношений. Форум был направлен именно секцией выступления, были направлены на то, чтобы предостеречь подрастающее поколение молодежь от непонятных нападок экстремизма, терроризма. Подобные мероприятия должны повсеместно в каждом регионе, в каждом вузе они проходить. Например, мы были в Дербенте, лично я присутствовал в педколледже, где мы пообщались с учащимися. Один вопрос был, как реагировать на ту ситуацию, если ты заметил, что твоя подруга ведет себя необычным образом, и ты чувствуешь, что ее вовлекли в какую-то структуру неправильную, каким образом, например, реагировать. Лично я посоветовал, приведя такой пример, когда на улице люди находят испуганных котят, испуганных щенят, каким образом относятся к ним, потом из них вырастают доверчивые уже взрослые псы, коты и кошки. И таким же образом, когда ты заметил, что твой друг или подруга, задействованный в каких-то неправильных обществах, так скажем, конечно же, не отторгаться от него, не отталкивать, а наоборот, при помощи любви, ласки, наоборот, разговаривать с ним или с ней, и выявив причину, уже сообщать старшим, которые могут разобраться с этой проблемой. Дагестан вошел в десятку самых счастливых регионов России. По данным Центра развития перспективных технологий в республике, меньше всего принимают антидепрессанты. В среднем в Дагестане покупается 206 упаковок этих лекарственных препаратов на 10 тысяч человек. Ниже этот показатель лишь в 8 субъектах страны. Регионами-лидерами по потреблению антидепрессантов оказались Москва и Санкт-Петербург. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике Дайджест, затем продолжим. Не переключайтесь. В Карабутахкенском районе 17-летний подросток без водительских прав устроил ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на дороге Карабутахкен-Джингутай. Находясь за рулем автомобиля ВАЗ, виновник выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с грузовиком КАМАЗ. Сам подросток остался жив и госпитализирован в больницу. Его 20-летний пассажир погиб. Статистика по ДТП в республике неутешающая. Всего на прошлой неделе произошло 30 ДТП. Пять человек, в том числе один ребенок, погибли и 35 пострадали. Обокрал родственника. Полицейский Буйнакска задержали жителя Махачкалы, который подозревается в грабеже. По данным следствия, 39-летний мужчина применил силу в отношении пострадавшего и завладел деньгами в размере 65 тысяч рублей. Накануне вечером, будучи у него в гостях, злоумышленник узнал, что в барсетке владельца дома находится крупная сумма денег. Когда хозяин вышел его провожать, гость нанес ему удар в область лица, выхватил сумку, забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Позже потратил все средства на личные цели. В Дагестане за сутки выявились 7 случаев незаконного хранения оружия и боеперипасов. Зафиксированы они в Дербенте, Каспийске, Южно-Сухокумске, а также в Гергеберском, Рутульском, Сулеймонстальском и Шамильском районах. Так, 60-летний житель Дербента был задержан сотрудниками полиции при попытке продать охотничье ружье со стертым номером. В отделении полиции мужчина пояснил, что оружие он нашел на берегу моря еще в 2019 году, после чего хранил в подсобном помещении. Также в ходе проведения разыскных мероприятий при обследовании домовладения 40-летнего жителя села Джилехур Рутульского района сотрудниками были обнаружены и изъяты два охотничьих ружья, 15 патронов и патронтаж с шестью пустыми гильзами 32-го калибра. Пояс чемпиона и 100 тысяч рублей за победу. В Кайкенте завершился республиканский турнир по вольной борьбе. На ковры спорткомплекса, построенного силами местных жителей, вышли около 150 участников – юноши, юниоры и взрослые. О том, как в селе любят борьбу, расскажет Курбан Рагимов. Каждая удачная атака борца в красном сопровождается овациями. На ковре бий Султан Арсланов, вольник из Кайкента, в финале встречается с чемпионом страны среди молодежи из Махачкалы Камилем Абдул-Вагабовым. Поддержка родной публики вселяет уверенности. Арсланов доводит дело до победы, за что получает главный приз – 100 тысяч рублей. Впервые такой престижный турнир у нас в селе, и тренера тоже сказали пробороться. Все сложилось вроде нормально, выиграл всех. Было очень тяжело, хоть уверенно, но выиграл. Тем более перед родной публикой на своей же земле я очень рад, что я смог выиграть всех. Я сам даже не ожидал, что такие ребята будут. Здесь были победители первенства России, первенства мира. Все были хорошие, и всем участникам огромная борьба. Борьба в Кайкенте в особом почете. Любовь к этому виду спорта прививают с самых ранних лет. Турнир украсила схватка юных воспитанников спортшколы. За участие и волю к победе обоим подарили квадроциклы. А зал, где проходят соревнования по праву, можно считать народным. Деньги на стройку спортивного объекта собирали всем селом. Сейчас здесь ежедневно тренируется около 500 человек. Мы тренировались в маленьком зале, в старом зале. Это клуб, это как бы называлось раньше. И инициативу сделали одну такую команду. Собрали. Это 8 человек. Это у нас старейшин группа, мы их называем. Баракалайм за это. И они начали ходить, искать где, что, как. Потихоньку-потихоньку вот так построили зал. То есть земля была? Земля не было. Землю тоже нашли, можно сказать. Инициатива была общая. Собрание сделали, и вот так начали вместе. Поддержать турнир приехали олимпийцы и чемпионы мира, титулованные боксеры и бойцы ММА. Кайкент заслуживает проведения больших спортивных праздников. В этом уверен главный организатор соревнований Меценат Исламудин Абдулаев. В селе выросло немало именитых вольников во главе с чемпионом Европы и Азии Ильясом Бекбулатовым. Обновленные условия позволят воспитать здесь новое поколение, которое будет прославлять родной край. Всегда хотелось такие турниры организовать. Наши будущие молодежи, чтобы они воспитывали спорт. Спорт – это объединенный цех, какой бы нации ни было. Я лично мечтал всегда вот так, стать взрослым, поддерживать молодежи в селе родном. Вот так, что молодежь, что это видеть таких великих спортсменов, чтобы приехали они. Спасибо им всем, что они поддержали нас. И еще в дальнейшем, еще больше хочется молодежи, будущей поколении уделить. Это мои цели. Турнир собрал порядка 150 борцов. Вольники из разных уголков республики оспаривали 8 золотых наград, из которых 4 медали высшей пробы остались в Каякенте. По два раза на первую ступень пьедестала поднимались воспитанники спортшкол Махачкалы и Хасавюрта. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Каякент, Каякентский район. В Каспийске прошел турнир по футболу для участников старше 50 лет. Спортивное мероприятие было приурочено к празднованию двух дат – 77-летия Победы и 75-летия города Каспийск. Участие в нем приняли сборные из разных городов и районов республики. Первое место заняла команда «Махачкала-Газпром», второе – «Динамо» и третье – «Каспийск». Турнир организован для поддержки занятия спортом всех категорий граждан. Участники остались довольны инициативой. Летом организаторы планируют провести соревнования уже на уровне СКФО. Есть команды, готовые приехать в Дагестан. Махачкала стала одним из 85 городов России, в котором прошел всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Мероприятия по всей стране приняли участие более 120 тысяч человек, а в дагестанской столице «Забег» поддержали 700. Все они одновременно вышли на старт в 9 часов утра по московскому времени. Каждый из участников выбрал нужную для себя дистанцию. Помимо основного полумарафона на 21 километр, были также 10, 5 и 1 километр. Победителем «Забега» среди мужчин стал Магомед Алигаджиев, а среди женщин первая финишировала Раисат Черетаева. На финише каждого участника мероприятия ждала памятная медаль. Отдельными медалями и грамотами были отмечены победители и призеры на всех дистанциях. В России мероприятие проводится в шестой раз, а на территории республики его начали проводить три года назад. Дагестанские вольники побеждают у звезд ПОП ММА. В Москве завершились товарищеские матчи по рестболу. Это смесь баскетбола и борьбы. Команду вольников представили олимпийские чемпионы Хаджи Мурад Магомедов, Заурбек Седаков и чемпион мира Абазгаджи Магомедов. Помимо традиционного набора очков, в игре разрешены борцовские схватки, победитель которых также приносит своей команде баллы. Так, команда борцов одолела спортсменов промоушена кулачных боев и бойцов ПОП ММА. Дружеский турнир даст старт новой крупной лиге рестбола. Первый голоматч планируют провести в июле. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова